Привет друзья! Еще во времена, когда полет был прерогативой исключительно крылатых созданий, человек стремился ввысь и мечтал о небесных просторах. Сегодня же обычным квадрокоптером вряд ли кого-то удивишь. А развитие современных технологий подарило нам возможность пересекать огромные расстояния по воздуху и подниматься на небывалые высоты. С вами Топ Смайлз и сегодня мы представим вам подборку из восьми самых передовых пассажирских дронов, которые уже сегодня бороздят небо нашей планеты. Так что усаживайтесь поудобнее и поехали! Hover Surf Scorpion 3 является профессиональным дроном на воздушной подушке, который разработан и произведен американской компанией Hover Surf. Он представляет собой концепцию летающего велосипеда, призванную революционировать городскую воздушную мобильность. S3 полностью изготовлен из углеродного волокна, поэтому общий вес машины составляет 104 кг, из которых 50 кг приходится на электробатареи. Управление осуществляется с помощью левого и правого джойстиков, а максимальная скорость полета равняется 70 км в час. При полном заряде электробатареи Hover Bike способен летать на протяжении 25 минут, однако если устройство заправить бензином, время проведенное в воздухе увеличится до одного часа. Емкость же самой батареи составляет 12,3 кВт. Из соображений безопасности, дрон не поднимается выше чем на 5 метров. Основная претензия к разработчикам была связана с открытыми лопастями, однако в новой коммерческой версии дрона их сделали из фанеры и теоретически при ударе о ногу лопасть должна просто разбиться, но все же защитный костюм пилоту все равно не помешает. Стоимость на сегодняшний день составляет около 60 тысяч долларов и он уже активно используется в работе полиции Дубая. Дедаллас Флайпак или летний набор Дедала. Это летний костюм, способный летать, зависать в воздухе и совершать силовые прыжки. Он был разработан британским изобретателем Ричардом Браунингом, спортсменом и резервистом королевской морской пехоты. Набор Дедала, который к слову получил свое имя в честь знаменитой древнегреческой легенды, отличается от других пилотируемых переносных летательных аппаратов тем, что в нем используются дополнительные форсунки, прикрепленные к рукам. С помощью движений рук и осуществляется управление аппаратом. Форсунки и блок питания крепятся к владельцу с помощью металлических каркасов. В нем используется пять микрогазовых турбин, по две на каждой руке и одна на спине. Их мощность составляет порядка 1050 л.с. при частоте вращения турбин в 120 000 оборотов в минуту. Устройство весит 27 кг, максимальное время полета составляет 10 минут, а текущий рекорд скорости равняется 137 км в час. Реактивный костюм может достигать высоты в 610 метров, хотя при разработке аппарата предполагалось, что при обычном использовании он будет летать на высоте всего 3-4 метра над землей. Летний набор Дедала включает в себя проекционный дисплей, на котором отображается рабочая информация пользователя, включая максимальную скорость, высоту полета и оставшийся запас топлива. Стоимость колеблется в пределах 250 000 долларов. Опенер Блэк Флай Мультикоптер, названный черной мухой, это одноместный сверхлегкий летательный аппарат с возможностью вертикального взлета и посадки, который разработан канадской компанией опенер. И может без труда доставить вас из пункта А в пункт Б, без необходимости им управлять, ведь является полностью автоматизированным. Передние и задние фиксированные крылья в сумме имеют 8 электромоторов и, соответственно, 8 пропеллеров, которые работают от почти бесшумной 12-киловаттной батареи. Ею полного заряда хватает на преодоление 65 км при максимальной скорости в 130 км в час. Аппарат может приземляться как на твердую поверхность, так и на воду, и рассчитан на водителя весом до 113 кг и ростом до 2 метров. Ширина Блэк Флай составляет 4,2 метра, длина 4 метра, а высота 1,5. Электроника машины рассчитана на начинающего водителя, где все понятно на интуитивном уровне. Есть функция простейшего автопилота, опции автоматического взлета и приземления, предусмотрен режим автовозврата на исходную точку старта, а также в хвостовой части мультикоптера вмонтирован аварийный парашют. При покупке аппарата нужно будет пройти краткие курсы вождения и сдать тест на знание правил безопасных полетов сверхмалой авиации. Эхан-184 Китайская компания Эхан идет в ногу со временем и недавно разработала уникальный дрон-беспилотник с одноименным названием Эхан-184, корпус которого сделан из углеволокна. А в движение его приводят сразу 8 электродвигателей. Каждый мотор имеет мощность чуть более 13 кВт и вращает свой собственный пропеллер, общая сила тяги которых позволяет поднять 200-килограммовый аппарат на высоту до 3,5 км. Перелет осуществляется на расстоянии до 16 км и длится всего 23 минуты, включая время, затраченное на взлет и посадку. Машина не имеет ручного управления, поэтому маршрут задается пассажирам с помощью планшета. Бортовой компьютер автоматически просчитывает оптимальный маршрут полета с учетом метеосводки, загруженности воздушного пространства и запаса электричества в аккумуляторах. И если что-либо будет угрожать безопасности полета, квадрокоптер попросту не поднимется в воздух. Но насколько же безопасен Эхан-184 в воздухе? Довольно логичный вопрос, учитывая как много обычных пользовательских дронов разбиваются каждый день. Компания же уверяет, что аппарат оборудован системой безопасности и в случае непредвиденной поломки, пользователь не окажется в состоянии свободного падения. Джетсон Уан Шведская компания Джетсон Аэро представила одноместный летающий электробайк Джетсон Уан, который предназначен для развлечений и не претендует на роль серьезного транспортного средства. Тем не менее, впечатления от полетов на нем оказались настолько яркими, что все заказы на 2023 год и большинство на 2024 уже предоплачены. Аппарат представляет собой раму типа багги из алюминия и углепластика. Предназначенный для одного пилота, весом 85 кг, полет будет длиться около 20 минут, после чего батарею придется заряжать целых 6 часов. Длина байка равняется 2 метрам и 85 сантиметрам, ширина 2 метрам и 40 сантиметрам, а высота немногим больше метра. И все это добро имеет общий вес в 92 кг с максимальной скоростью полета в 102 км в час. Стойки с двигателями и пропеллерами могут складываться, поэтому в гараже летающий электробайк будет занимать примерно столько же места, как и обычный мотоцикл. Если при полете пилот отпустит ручки управления, то система автоматического управления машиной заставит байк зависнуть в воздухе. Аппарат может удерживаться на высоте даже при поломке одного из двигателей. Также предусмотрена система определения препятствий, что помогает пилоту маневрировать в сложных условиях. И если вдруг придется падать с опасной высоты, разработчики позаботились о встроенном баллистическом парашюте. Surfly Surfly является профессиональным воздушным судном, разработанным для безопасного и легкого полета. Устройство оснащено газовым двигателем, способным генерировать энергию, необходимую для приведения в действие восьми независимых электродвигателей, каждый из которых приводит в движение один винт. С помощью этого квадрокоптер может подниматься на высоту около 1200 метров и двигаться со скоростью порядка 110 км в час. Парные винты вращаются в противоположном направлении, что положительно отражается на устойчивости модели. Помимо этого, у летающего автомобиля есть два литиевых аккумулятора, способных в случае отказа мотора взять на себя функцию раскручивания винтов. Безопасность пассажира и пилота обеспечивается баллистическим парашютом, предназначенным для приземления в экстренной ситуации. Этот газоэлектрический гибрид, благодаря своим размерам и складывающимся винтам, вполне способен поместиться во дворе частного дома. Квадрокоптер изготовлен из углеродного волокна, поэтому его масса составляет всего 498 кг. При полностью заряженной батарее, проходимый путь составляет 112 км, с полезной допустимой нагрузкой в 180 кг, в которую входит вес пилота, пассажира и груза. Волокоптер 2Х С самого момента зарождения авиации, проблема обеспечения безопасности полетов волновала всех конструкторов, пилотов и пассажиров. Но похоже, что с грядущим запуском в массовое производство аппарата, волокоптер 2Х, мы наконец получили одно из самых безопасных средств для передвижения по воздуху. По внешнему виду новый вертолет напоминает современные радиоуправляемые модели дронов, хотя по сути это и есть дрон, только большой. Но в отличие от радиоуправляемых игрушек, управление этим коптером может также осуществляться пилотом, находящимся в кабине. Также от дронов была позаимствована идея установки сразу 18 электрических роторов, расположенных на круговой раме, установленной над кабиной. Эти двигатели питаются от 9 независимых быстросменных литий-ионных аккумуляторов, каждый из которых питает два двигателя. И даже при отказе нескольких из них аппарат можно будет посадить в безопасном режиме. Аккумуляторы же можно зарядить за 2 часа или за 40 минут в режиме быстрой зарядки. Коптер изготовлен из композитных материалов на основе углеродного волокна и имеет пустой вес в 290 кг и полную массу в 450, что дает полезную нагрузку в 160 кг для пилота, пассажира и багажа. Аппарат вмещает до двух человек, одним из которых является пилот. В качестве опор в волокоптер 2Х использованы стандартные полозья, позволяющие приземляться на любой грунт. Область применения этого вертолета является частный авиатранспорт и служба воздушного такси. Коптер Пакк Для тех, кому хочется больше экстрима и особенных ощущений от полета, австралийская компания Коптер Пакк создала двухмоторный электрический ранцевый вертолет с самовыравнивающимся автопилотом, который крепится на спину. И несмотря на внешнюю громоздкость, на самом деле он очень надежен и легко управляем. Как заявляют разработчики, два несущих винта по 90 см соединены между собой штангами из углеводородного волокна. Они закрепляются на спине каркасом, в котором также размещены несколько блоков с аккумуляторами, двумя плоскими подлокотниками и системой ручного управления. После вертикального взлета пилот переводит несущие винты в нужное положение, чтобы передвигаться вперед или же совершать повороты вправо-влево. Недостатками, которые находятся в стадии доработки, является небольшой размер блока питания, из-за которого вертолет не может долго находиться в воздухе. Также у него имеются серьезные проблемы с обеспечением безопасности, и в случае отказа хотя бы одного из двигателей, падение неизбежно. Поэтому высота полета ограничена разработчиками до 15 метров. Друзья, если понравилось видео, поставьте лайк и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить очередное интересное видео. Поделитесь своими впечатлениями в комментариях и предложите тему для следующего видео. До встречи!